Итак, ты являешься большим фанатом Battle.net, заплатил 2000 рублей за овердрочь. Только для того, чтобы любоваться на ошибку, устройство аппаратной отрисовки не найдено, приложение будет закрыто. Значит сначала определяем систем, какой у тебя адаптер дисплея, то есть видеокарта. Если у тебя Амуде, а хуже Амуде только два Амуде, то есть ноутбук со встроенной графикой, у которого обе видеокарты фирмы Амуде, то такой ноутбук проще выкинуть нахуй в окно, чем заставить его работать. Можно конечно поковыряться в настройках Crimson или как там это поебень называется, можно подумать, если каталист переименовать в Crimson, то Амуде станут хорошими видеокартами, сука. Вы только посмотрите, какую поебень они нарисовали, как вообще можно вот такие интерфейсы делать. Во-первых, русский язык нихуя в него не влазит, блять. Какие-то выкал, откал, п-п-п-п-п-п-п-п-п. Блять, говно сраное. В общем, поковыряйся здесь. Именно поковыряйся, как курица блять лапой в говне. Попробую ему задать значение, чтобы он работал на дискретной видеокарте. В NVDA все это делается очень просто, я даже показывать не буду, найдешь там как заставить работать игру на высокопроизводительном адаптере NVDA. Так, если у тебя ноутбук, еще зайди в параметры энергопитания и выстави там максимальную производительность везде, где ты найдешь. В NVDA тоже есть такая кнопка, в Amude, наверное, тоже есть, но я не знаю где она, мне лень искать, блядься ебаля, не буду, ищи сам. Ты же купил Amude, чтобы немножечко сэкономить, но при этом играть в игры. Ну вот наслаждайся, иди, играй в игры. Многие еще советуют для решения этой проблемы откатить драйвер, но это не помогает, не теряй время. Так следующее что нужно попробовать в настройках самого батлнета, внизу там есть дополнительные настройки и сними там галочку использовать аппаратное ускорение браузера. Я не знаю как, но говна Близзард или кто там делает эту парашу, даже сука этот момент не могут нормально запрограммировать, но при этом не стесняются за свое говно брать две тысячи рублей, блядь. Короче снимай галочку и пробуй, скорее всего станет полегче. Если полегче не стало, то в настройках игры отключи локальные отражения. Если это все не помогло, то в общем-то осталось еще только два пути. Первый путь это зайти в настройки файла подкачки и задать ему такое значение, чтобы минимальный объем был равен объему оперативки, а максимальный в два раза больше. Если это не помогло, то скорее всего проблема в аппаратном разгоне, то есть твоя видюха с завода идет уже немножечко разогнанная. И вот эта вот ошибка устройства аппаратной отрисовки не найдена, это аналог известной ошибки, видеодрайвер охуел и был восстановлен. Известная многим ошибка. В общем для понижения частоты нужно скачать утилиту MSI Afterburner, даже если производитель твоей видеокарты или ноутбука не MSI. Неважно кто у тебя производитель, и неважно какой чип, амуде или инвиде. Короче в этой утилите MSI Afterburner. Блять, да почему же я все время говорю MSI, MSI, S как в слове жопа. Для начала тебе нужно понизить частоту чипа, попробуй понизить его где-то на 30, максимум на 50 единиц, и попробуй поиграть в игрушку. Также попробуй понизить частоту памяти тоже где-то на 30-50 единиц, то есть вернуть видеокарту к ее заводским значением, несмотря на то что она с завода уже пришла разогнанная. Попробуй, игрушка заработает, FPS правда станет немножечко пониже, там не знаю со 100 FPS, опустится до 80 или может быть даже до 60, ну зато хоть 2000 ты не зря потратил. Помогло или просто понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok